Ненецкий округ возглавил антирейтинг по количеству чиновников. В структурах различного уровня работают почти полторы тысячи госслужащих. Много это или мало? И каково оптимальное количество регионального государственного аппарата? Этот вопрос взялись обсудить активисты Общероссийского народного фронта. На каждую тысячу жителей в Ненецком округе приходится 9,25 государственных служащих. Благодаря этой цифре Ненецкий округ занимает первое место в антирейтинге регионов. По данным Росстата, на 1 января этого года в округе работают 1432 госслужащих. Федеральные органы содержат штат в 752 человека, окружные – 459. В муниципалитетах работают более 500 служащих. Судебную власть и прокуратуру представляют 127 работников. Органы законодательной власти – 62. Численность госслужащих в первую очередь зависит от возложенных на регион ФУМИ. В прошлом году округ возвратил себе полномочия от Архангельской области. Это обеспечение мировых судей, ЗАГС, архив и отраслевые направления. А это новые ставки. Руководитель аппарата администрации Сергей Руженков считает, оптимизация – это не сокращение, это правильное выстраивание вертикали власти. У нас, вы помните, заместители, органы архангельской команды, они координировали направление, курировали, но они не отвечали за исполнение. То есть отвечали органы власти, руководители органов власти. Валерий Чупров тоже считает, что дело не в цифрах, а в полномочиях. Количество госслужащих пропорционально полномочиям, которые выполняет регион. Постоянно сокращать аппарат невозможно. Другое дело – каково качество государственных работ и услуг. Вопросы о избыточном аппарате, о избыточной численности ставятся населением в связи с тем, что есть проблемы с качеством работы. То есть говорят, вот там не можем добиться, там не можем получить. Отсюда возникают справедливые какие-то, может быть, нарекания. Вопрос оптимизации аппарата госслужащих остаётся открытым. Обсуждение продолжится. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север».